Продолжение следует... Которые напитывают нашу душу, наши внефизические составляющие, усваиваются ею. И таким образом душа получает вот это нужное ей питание. И это очень-очень все необходимо. Повторю, к сожалению, современный человек воспитан так, что он не ухаживает за своей душой, не тренирует ее, не чистит ее, в том числе ее не массажирует. К чему это приводит? Ну, это приводит к тому, что... Самая частая причина — это человек болеет и не понимает, собственно, от чего болеет. Он ищет причину на тех уровнях, пластах, которые ему знакомы, на физических. И он не понимает, что он чист, он кушает хорошо, он занимается физкультурой, у него хорошая работа, у него нормальные взаимоотношения. Откуда взялась болезнь? А болезнь часто лежит как раз в сфере душевных составляющих, которые не ухожены, не чистые, не кормлены, слабые, подвержены всяким влиянием из-за этого и так далее, и так далее, и так далее. И с этой точки зрения может оказаться так, что человек, который внешне ухоженный, преуспевающий, у которого все есть в жизни на физическом плане, он на душевном плане может своей душой выглядеть как тот же бомж, противный и вонючий. Вы скажете, я утрирую? Нет, не утрирую. И люди чувствуют состояние души друг друга, даже при том, что мы не приучены ею заниматься, мы даже не знаем, по сути дела, что она такое есть, мы ее не чувствуем. Но при этом мы интуитивно, подсознательно, мы чувствуем, какая именно душа у того человека, который нам встретился. И вот эта неухоженность, нетренированность, болезненность души, она часто чувствуется нами. И поэтому следующая причина, к чему приводит такая нетренированность, неухоженность души, это проблемы в взаимоотношениях. Когда мы общаемся, собственно, душами, нашими психиками, да, психа — это душа, помню. И мы общаемся вот этими нетренированными, слабыми, ослабленными, Бог знает, какими душами, и мы чувствуем их боль, несовершенство, убогость и прочая, и прочая, и прочая болезненность. И не можем выстроить нормальные взаимоотношения. Это следующее, к чему приводит то, что мы не занимаемся нашими душами. Поэтому, когда в теме сегодняшнего стрима я задала вот этот вопрос, нужен ли массаж для души, а нужен ли массаж для физического тела? Ну, конечно, нужен. Как одна из техник, как один из подходов к тому, чтобы тело наше физическое было в порядке. С этой точки зрения массаж для души, он тоже необходим, как один из подходов к тому, чтобы начать нашу душу восстанавливать. Потому что, прежде всего, для современного человека, который ею никогда не занимался, нужно начать с восстановления. Души, как той материальной части, на которую человек в течение всей своей жизни просто не обращал внимания. Так вот, массаж нужен для восстановления души, для ее оздоровления, как уже следующим пунктом. Для ее улучшения, для активизации каких-либо ее составляющих.